У нас важная тема нашего круглого стола на Росковском и Казахстане, который так и называется, Центральный банк России. Боевая с инфляцией или финансовая развитие. Почему так ее назвали? Дело в том, что практически 80% заявлений оборудования Центрального банка России сегодня имеют слово, что главная цель Центрального банка – это служение инфляцией, управление инфляцией и другие очень умные слова, которые связаны с этим. Мы практически не слышим о Центрального банка страны задач, связанных с экономическим ростом. Такие заявления есть, но не крайне редкие и крайне разнымчатые. Непонятно, что конкретно Центральный банк будет делать в долгосрочной и долгосрочной перспективе, для того, чтобы экономическая ситуация в стране улучшалась, промышленность развивалась, сельское хозяйство совершенствовалось, инфраструктура обновлялась, строилась, инвестиции в механизм реальной социальной экономики, в систему здравоохранения, образования страны. И вот так как этих заявлений нет, их очень мало, то мы и назвали тему нашего круглого стола именно так. Все-таки борьба с инфляцией и развиваться. Поэтому я бы хотел представить слово своему коллеге. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу представить взгляд бизнеса в лице торгово-промышленной палаты на монетарную политику, которая осуществляется у нас в стране, ну и, естественно, прежде всего, Центральным банком, хотя не только Центральный банк осуществляет монетарную политику. Первый тезис, для того, чтобы была понятна наша позиция, это соотношение динамики инвестиций и реального роста ВВП. Вы видите абсолютно практически идентичные кривые, абсолютно точно свидетельствующие о том, что рост зависит от инвестиций. Растут инвестиции, есть экономический рост, падают инвестиции, экономический рост падает. И здесь мне больше доказательств особо приводить не нужно. В чем причина, проблема с инвестициями? Прежде всего, в том, что структура инвестиций не соответствует развитию государства. Более 50% всех инвестиций – это внутренние инвестиции наших предприятий. Уже сегодня менее 8% вложения кредитных организаций, ну а все остальные там почти минимальные. Если говорить об иностранных инвестициях, мы иногда говорим, вот, надо создать условия, чтобы к нам пришли иностранные инвестиции. Вот слева вы видите таблицу, которая свидетельствует, у нас никогда иностранные инвестиции не были большими. Они всегда, наши инвестиции, прямые инвестиции за рубеж, всегда были больше, чем иностранные инвестиции в России. И уповать на это не приходится. Их объемы тоже достаточно низкие, чтобы надеяться на этот источник. Следующая проблема – это структура нашего ВВП и структура потребления. К сожалению, структура нашего ВВП не производственная. У нас производственная часть в структуре ВВП и потреблении очень низкая. Мы в основном сегодня функционируем как общество потребления. У нас почти такая же структура, как в Соединенных Штатах, которую мы все время клеймим как общество потребления. У нас почти на том же уровне объем ВВП нашей торговли. И это, в принципе, понятно, потому что огромный импорт, который должна обслуживать торговля. В чем еще существенная проблема, почему такие низкие инвестиции у нас в стране, это проблема общего изъятия государства из экономики. Мы в два раза больше изымаем из экономики, чем Китай, и в полтора раза больше, чем Соединенные Штаты Америки. У нас сегодня по сравнению с Китаем сложился такой крест. Мы изымаем 43% из экономики и объем прямых инвестиций в ВВП 21%. Китай изымает из экономики 21% и накопление прямых инвестиций в экономику 43%. Вот ровно, обратно пропорциональные зависимости. Где источники инвестиций? Наш весь финансовый рынок сегодня – это безбрежный океан кредитных организаций, 90%, и только 10% – весь остальной финансовый рынок. Весь, вот можете себе представить, всего 10% – и фондовый рынок, и рынки коллективных инвестиций, все институциональные, так называемые инвесторы, пенсионные накопления, страховые, лизинг и прочее, прочее, прочее. Всего 10%, причем этот объем сокращается. Возникает вопрос, если сегодня активы кредитных организаций сравнялись с годовым ВВП. Возникает вопрос, почему тогда не растут инвестиции кредитных организаций, которые всего 8%, а если от активов взять кредитных организаций, это всего 3%. Эта проблема заключается в институциональном состоянии нашей банковской системы. Все наши банки – это кредитно-депозитные учреждения, которым фактически запрещено заниматься прямыми инвестициями. И это во всем мире. Здесь можно сколько угодно пенять на центральный банк, так просто построена система. И во всем мире кредитно-депозитным учреждениям запрещается заниматься прямыми инвестициями. Для этого существуют инвестиционные банки и существует специальный механизм, который называется проектным финансированием. Ни того, ни другого у нас фактически нет. За исключением, если взять ВЭБ, но он не является кредитной организацией в классическом понимании. Что касается проектного финансирования, мы в 2014 году приняли закон о специальных обществах проектного финансирования. Но, к сожалению, эти общества могут функционировать только в рамках финансово-фондового рынка. И на сегодняшний день, за три года, именно в связи с этим, не реализовано ни одного проекта в режиме СОПФ. Ни одного. То есть, можно констатировать, на сегодняшний день классическое проектное финансирование в стране не работает. Ну, если говорить о чисто инвестиционном кредитовании со стороны кредитных организаций, то мы тоже находимся, ну вот в самом низу, видите, на кривых, мы вместе с Польшей там где-то болтыхаемся, да. Все остальные не просто значительно, а очень значительно выше нас. И на самом деле, теперь вот переходим к вопросу, а что первично, курица или яйцо, да. Все-таки борьба с инфляцией вызывает экономический рост или экономический рост снижает инфляцию. И какую позицию в этом занимает денежная масса. Вот я опять, я не люблю долго рассуждать, я люблю рисовать кривые. Вот они кривые экономического роста и роста М2. Вы видите, рост или падение М2 примерно через год вызывает рост или падение ВВП. И это просто вот на протяжении, наш коллега Сергей Блинов сделал такой анализ за 30 лет. Не поленился, это абсолютно такая же картина. Рост М2 примерно через полгода, через год вызывает рост ВВП. Кривая инфляции никакого значения для этого не имеет. Она живет сама по себе и зависит прежде всего от двух причин. Первое, это уровень тарифов в естественных монополиях, издержки производства. И второе, это курс доллара. В основе низкой, почему у нас низкая, тогда возникает вопрос, почему низкая денежная масса. В основе низкой денежной массы лежит наша архаичная структура национальной денежной базы. Если вы посмотрите, я чтобы сократить время, я просто скажу. Если посмотрите тенденцию состояния по структуре денежной базы, то вы увидите, перед каждым кризисом, накануне кризиса, например, за год, объем иммобилизации, изъятия национальной денежной базы государством из экономики достигает колоссальных, примерно, половины уровня. И экономика падает. После этого отпускают, экономика восстанавливается и опять начинают изымать, потому что другого способа у них почему-то в голове нет борьбы с инфляцией, как только путем сжатия национальной денежной базы и, естественно, денежной массы. Почему низкая денежная масса? Потому что вот такова структура, даже на сегодняшний день, когда уже вроде стали достаточно вливать в экономику денежные средства из национальных фондов, у нас до сих пор изъятые государством денежные средства из экономики и складированные на счетах в ЦБ составляют 35%, наличные в обращении 48%, и только 17,5% это те деньги кредитных организаций из всей национальной денежной базы, которые участвуют в кредитно-депозитной мультипликации и создают денежную массу. Именно поэтому у нас мультипликатор, реальный мультипликатор отношения национальной денежной базы и денежной массы в районе двух колеблется. Во всем мире это 6, 7, 8 мультипликаторов. Возникает вопрос, а есть ли у нас реальный финансовый ресурс для того, чтобы обеспечить инвестиции в экономику? Вот это кэшевая позиция российского финансового рынка, денежного рынка, даже не финансового, а денежного рынка. То есть это свободные, не деньги, которые на счетах, которые уже куда-то вложены, это свободные кэшевые деньги, примерно 45 триллионов рублей на сегодняшний день. Более, не более, 400 миллиардов долларов это валютные резервы, валютные резервы, без золота даже. Это более 100 миллиардов долларов наличные рубли у населения, это более 100 миллиардов долларов наличные в валюте у населения, и это более 100 миллиардов долларов денежные средства расширенного правительства на счетах в Центральном банке. Если правильно построить систему использования этих накопленных денежных средств в экономику, мы можем получить достаточно большой приток инвестиций в экономику, даже без целевой эмиссии Центрального банка. Это будет составлять порядка 2 триллионов рублей в год. Спасибо за внимание. Очень хороший доклад, хороший генеральный. Показано, что ситуация может быть льняной. Я бы хотел дать слово президенту Ассоциации Российских Банков, Досудням. Какое мнение Ассоциации Российских Банков? Позвольте вопрос о нем на себя. Как вы оцениваете ситуацию, которую вы оцениваете на собственном инвестиции банков в стране? Хорошо, попробую ответить. Добрый день, уважаемые коллеги. Только выступать я буду не от имени Ассоциации Российских Банков, а от своего имени. Я здесь эксперт, а не президент Ассоциации Российских Банков. Правда, я не экономист, я юрист и физик. Ну, сначала физик, потом юрист. Мы, кстати, с Владимиром Андреевичем, кажется, оба... Если хотите персональное дело рассматривать, то, пожалуйста, мое рассматривайте, ладно? Хорошо. Да. Значит, с вашего разрешения я некоторые фактические данные... Можно мне в стаканчик? Некоторые данные просто приведу. И под этим углом зрения мы попробуем... Спасибо. Проанализировать и дать ответ на вопросы, которые сформулированы в повестке и вынесены на наши обсуждения. Ну, и одновременно перейдем потом к причинам, которые, на мой взгляд, имеют прямую связь. Давайте начнем со следующих цифр. В 1991 году Россия, перейдя на новые экономические методы управления, в ход ее, доля ее в ВВП мировом составляла более 2%. На сегодняшний день это доля 1,5% мирового ВВП. Еще один показатель – это ВВП на душу населения. В начале своего пути в рыночную экономику доля мы занимали 59 место по уровню данного индикатора ВВП на душу населения. Интегральный индикатор, не все раскрывающий, тем более, когда пошло такое сильное расслоение, то понятно, что в 1990 году мы были более равномерно распределенные доходы, имели внутри страны. Сейчас расслоение у нас и индекс Джинни, и кривая Лоренца больше приблизились к латиноамериканским странам, а отнюдь не к советскому периоду. Сегодня мы занимаем 59-е, сегодня мы занимаем 67-е место в компании с Мексикой, Румынией, Турцией и Гренадой. Должен сказать, что Казахстан в этом списке занимает 60-е место, то есть постсоветские страны, для сравнения. Среднемировые темпы роста ВВП за последние годы немногим менее 3%. Аналогичный показатель за последние несколько лет для России 1,2%. Вы понимаете, что экономическая политика в значительной степени это результат денежно-кредитной политики. Извиняюсь, экономические результаты наши это результат денежно-кредитной политики. Значит, давайте посмотрим еще на некоторые цифры. По итогам 92-го года за чертой бедности, по данным Росстата, существовало почти 50 миллионов человек, 33% населения. Самый низкий уровень бедности у нас был достигнут в 2012 году. 15,4 миллиона человек, то есть снизилась доля до 10% населения, но это было в 2012 году. С 2012 года динамика повернулась вспять. И за последние годы численность бедного населения перевалилась за 20 миллионов, увеличившись фактически более чем на треть. Это тоже показатель и результат вот этого расслоения. Если по официальной статистике на конец 2016 года в России насчитывалось 21 миллион человек, живущие на доходы ниже прожиточного, то так называемое число бедных по самоощущению, это тоже очень важный показатель, невыдуманный научный показатель, то их доля составляет более 30 миллионов человек. Как производная от уровня жизни, очень легко измеряемый показатель, это показатель продолжительности жизни. Средний мировой показатель продолжительности жизни в 1991 году составлял 65,5 лет, в 2014 году 71,5 лет. Для России эти показатели составляли, соответственно, 68 и 70. То есть рост продолжительности жизни налицо, но отставание от мировых темпов тоже налицо. Поэтому, в общем, по многим показателям мир не стоит на месте, и мы, в общем-таки, по этому показателю сползли со 108 на 151 место. Потому что, естественно, на это влияет и уровень жизни, на это влияет медицинское обеспечение и многие другие факторы. Если посмотреть за длительный период связь роста цен на нефть и динамику отечественной экономики, то просто один к одному повторяет контур динамики нефти. То есть такая привязка настолько жесткая. Я вам никаких графиков не стал представлять, чтобы иметь больше визавей контакт, чем отвлечение на схемы. Схемы сильно отвлекают, поэтому иногда ты ими злоупотребляешься, иногда, наоборот, от них дистанцируешься. Я это периодически делаю в одну и в другую сторону. Значит, поскольку речь идет о борьбе с инфляцией, таргетирование инфляции сегодня один из важнейших лозунгов. И в этом смысле надо отдать должное, в общем-таки, и Центральному банку, и финансово-экономическим ведомствам. Эта цель достигается и довольно успешно достигается. Хотя многие, я в том числе, ворчим, что инфляция в 5,4%. Кто в это поверит, выйдете, значит, в магазины, и вы убедитесь, что она не такая. Ну, потребительская инфляция – это потребительская инфляция. А инфляция официальная, общая, она несколько другая. И не верить Росстату у нас нет оснований. Действительно, инфляция успешно таргетируется. Но может ли этот показатель быть главенствующим? И может ли он рассматриваться в отрыве от хотя бы какого-нибудь из показателей? ВВП роста или ВВП на душу населения, уровень бедности, уровень продолжительности жизни, уровень занятости населения. С чем-нибудь должен показатель быть связан, потому что есть ловушка, в том числе и смысловая. В принципе, инфляцию можно ужать, я утрирую, можно ужать, сокращая экономику до минимума. В замороженной экономике инфляции не будет. Но не эта цель, и поэтому однопараметрический показатель не может служить объективным индексом тех экономических достижений, которые мы бы, наверное, хотели знать. Другое дело, что воспринимается это с точки зрения Центрального банка, что перед нами не стоит задача. И действительно, законодатель вроде как не поставил задачу развития экономики, это ответственность других ведомств. Но, тем не менее, денежно-кредитная политика все-таки компетенция, наверное, всех финансовых и экономических органов. Вот давайте посмотрим, какое к этому имеет отношение банковская система. Естественно, что очень большое, потому что без кредитования вряд ли какая-нибудь экономика может развиваться. Совершенно очевидно, что прямая связь. Если инфляция высокая, то бизнес не может планировать, не может развиваться просто в силу того, что сама инфляция съедает все потенциальные возможности и тормозит развитие бизнеса. Это безоговорочно. Поэтому двузначная инфляция – это просто смертельная опасность для бизнеса. Но, если мы посмотрим период 2009-2013 года, то у нас умеренная инфляция в принципе была 6-9%. Но процентные ставки по кредитам фактически сдерживали наше развитие, и мы из медленного роста вползли в стагнацию, потом в рецессию, сейчас выползли опять в стагнацию. То есть одна инфляция, но при соответствующих ставках процентных не дает возможности бизнесу развиваться. Поэтому банковская система в этом вопросе играет ключевую роль. И вопрос в том, чтобы стимулировать развитие бизнеса, причем не только крупного, а бизнеса разного уровня, эта задача не менее значимая, чем просто таркедирование инфляции. Я на этом закончу. Будут вопросы готовы, буду ответить, но поскольку вы вопрос задали, то теперь отвечаю на ваш вопрос. Отзыв лицензии – это можно рассматривать под разными углами зрения. Центральный банк в принципе справедливо отмечает, что систему нужно очищать, потому что если там есть структуры, которые на самом деле не являются соответствующими своему наименованию, их, конечно, с рынка убирать надо, но может ли быть так много таких структур? Можно ли предположить, что каждый второй в системе был дутым банком или каждый третий, и тем более был вороватым участником рынка? Вообще говоря, надзор для того и есть, и он существует не один день, а много лет, чтобы система работала в режиме, когда там нет каждого второго дутого. И с другой стороны, конечно, отзыв лицензии очень серьезно влияет на общую психологическую атмосферу, потому что бизнес прямым образом не может ответить себе на простой вопрос. А где мне обслуживаться, чтобы я завтра не лишился своих денег? Если только в одном, двух, трех банках, если бы Центральный банк дал возможность обслуживаться бизнесом у него, то, наверное, все сегодня ринулись бы обслуживаться только в Центральном банке. Но вы понимаете, не для этого мы создавали рыночные отношения и систему кредитных организаций, чтобы все обслуживались в Центральном банке. Тогда надо было бы восстановить Госбанк СССР и не говорить о рыночных отношениях. Я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Можно вопрос? Давайте так. У нас вот два участника выставила, уже пришло почти полчаса. Давайте мы дадим возможность всем выставить, кто записался. Потом будет вопрос. Хорошо? И оставим время на вопрос, если, может быть, кто-то сможет эти вопросы. Я хотел бы представить сегодня депутату Государственного Думы, завесителю-председателя по фракции социальной политики СССР. Так, ну, наверное, не буду я слайды вам показывать. Я хотел бы от предыдущего коллеги оттолкнуться и отправить вас, ну, для меня четырех авторитетов, которые, в принципе, в этом деле разбираются. Есть профессор четырех университетов, трех американских и китайского финансового университета, Роберт Баро. Это единственный ученый, который провел исследование влияния инфляции на рост экономики в 100 стран в интервале 30 лет. Никто этого не делал в мире. Он дважды уточнил это. И интересные выводы. Он сказал следующее, что, с группой ученых, что инфляция даже 15% не является критичной, если вы вкладываете безналичные деньги в инфраструктуру и новое производство, и индексируете заработные платы и социальные выплаты. Через пять лет она даст обратный результат и резко упадет. Поэтому это ответ банкирам, которые, в принципе, занимаются таргетированием, по-русски сжатием денежной массы. Второе. Есть добелевский лауреат Тобин, который, в принципе, является, с точки зрения многих финансистов, сегодня гуру в денежной политике. Есть или был Милтон Фридман, который, в принципе, является, в общем-то, главным монетаристом и получил за это Нобелевскую премию. Есть Джозеф Стиглиц, который, в принципе, тоже отвечает на эти вопросы. Но я к чему бы вас хотел отправить? Вот кризис 2008 года, да? 23 центробанка ведущих стран снижают резко процентные ставки. И, вообще-то, финансисты считают, что процентная ставка не может быть более чем половина от средней рентабельности производства. В противном случае кредит бессмысленен. Ну, никто в ущерб себе работать не будет. Наш центробанк, в принципе, игнорирует это. Понимаете? Если посмотрите, важнейшим фактором функционирования экономики является монетизация экономики. Так вот, вышеперечисленные мной ученые считают, что минимальная монетизация экономики должна быть 50%, нормальная – 70%. Сегодня среднемировая монетизация экономики – 125%. У ведущих стран мира она далеко за 150%. Из стран БРИКС меньше нашей у нас 42,5% на 1 февраля этого года. Из стран БРИКС только Индия имеет 85%. Все остальные далеко за 100%. Поэтому, если вы посмотрите, то с нашей точки зрения главная причина нашей рецессии, а не стагнации, является искусственный недопуск к финансовым ресурсам от производителей. И непонятно, каким образом можно выйти из этой ситуации, если наш Центробанк, как и ныне сидящий под домашним арестом Улюкаев, ни разу в жизни не давали одного прогноза. У них пять вариантов, ни один не сбывается. Понимаете? Поэтому, если посмотреть, что делали Центробанки, кроме снижения процентных ставок. Снижая процентные ставки, естественно, делали более доступным кредит. Как только процентная ставка переставала работать, начиналось с количественных смещений. Но в разных странах оно делалось разными способами. Скажи, ФРС США, которая сверхнезависимая, как бы, да? Но на самом деле Минфин печатал бумаги, а ФРС его выкупала, наполняя деньгами, опять же, экономику и финансовый сектор. Вот только за шесть лет, с 2008 по 2014, ФРС США для количественного смещения вкачал в экономику 4 триллиона долларов. И с 7,5 повысил до 11,5. Европейский Центральный Банк начал эту процедуру на год позже несколько другим способом. Европейский Центральный Банк через дешевые кредиты для банковской системы решал эту же проблему годом позже. Под один процент давали банкам кредиты. И, кстати говоря, только объявили программу, 1121 банк Евросоюза обратился, и все получили. Льготные кредиты сразу 469 миллиардов евро. После того, как они увидели, что, в принципе, количественное смягчение у американцев дает больше результата, американцы, кстати, уже в 2010 году превысили докризисные показатели ВВП и восстановились. При всех наших рассказах в СМИ, что там у них все плохо, а на самом деле плохо у нас. Поэтому Европейский Центральный Банк тоже начал политику смягчения. Вот за эти же 6 лет Европейский Центральный Банк влил через кредиты банкам и через рефинансирование долгов банков 3 триллиона евро. Ну, вы видите, что почти те же суммы, что и Соединенные Штаты Америки. Если посмотрите, аналогичную, но более хитрую, с моей точки зрения, политику вел британский банк, потому что Британия, Швеция и Швейцария пошли дальше. Они сегодня проводят тактику преференции вовнутрь. То есть они берут и тем, кто инвестирует в отечественную экономику, дают минусовые кредиты для банков, ну, фактически, суда, да, для того, чтобы они укладывали в отечественную, скажем, экономику. Японцы что делают? Японцы ежегодно делают количественное смягчение, ну, я не буду в триллионах иен, примерно 660 миллиардов долларов. Ну, вы чувствуете, да? Ну, у японцев госдолг 280, монетизация, извините, 284 процента, да? Ну, есть механизмы, как они, в общем-то, избавляются от лишней ликвидности, но у них ведь есть периодические финансовые войны. Евро-доллар, иена-доллар. Почему? Потому что американцы всегда смотрят, чтобы доллар был в более выгодной ситуации, и у них есть специальные для этого механизмы. Кстати говоря, у американцев финансовый рынок и реальный сектор никак не зависим. Если вы посмотрите, все их количественные увеличения и смягчения никогда не приводили к серьезным катаклизмам. Более того, на момент кризиса при снижении процентной ставки ФРС с 4,25 до 0,25 инфляция в США была 7,5%. Ну, то есть вы видите, что, в принципе, никто и не гнался за тем, чтобы избивать инфляцию, да? Если вы знаете, то сегодня и Япония, и Евросоюз вообще занимаются тем, чтобы поднять инфляцию, для того, чтобы, ну, как бы дать немножко через рост цен движение в экономике. Но у нас ведь еще, с моей точки зрения, самой главной проблемой банковской системы является сверхлиберальное валютное регулирование. Потому что у нас вывоз капитала на сегодня зашкаливает и не соответствует тем показателям, которые дает Центробанк. Ну, наверное, вы все слышали о молдавской, киргизской схеме, когда, в принципе, наши суды с нашими судебными исполнителями только по молдавской схеме за год вывели 64 миллиарда долларов, которые, в принципе, в оттоке капитала не учтены. И с нашей точки зрения, необходимо ужесточить валютное регулирование, необходимо повысить монетизацию экономики и необходимо сориентировать Центробанк. Если вы посмотрите, из этих 23 Центробанков, о которых я говорил, которые делали количественное смягчение, ни один, кроме нашего, не имеет одну задачу таргетирования инфляции или удержания стабильности рубля. Кстати говоря, я вот уважаемому Гарри Гену хочу сказать, смотрите, нам на Биулина с Улюкаевым рассказывали, как только инфляция снизится, ключевая ставка снизится. За прошлый год и Центробанк, и Росстат, и Минэконом заявили, что инфляция 5,4. Объясните мне, почему сегодня ключевая ставка 9,75? С чем она связана? Кстати, средняя рентабельность по российскому производству 7,7%. То есть ключевая ставка не может быть выше 3,5%, ну 3,6%. Поэтому, завершая, я о чем хотел бы сказать? С нашей точки зрения, необходимо поменять, правильно Гарри Ген сказал, что надо поменять законодательство. Мы должны на первое место поставить Центробанку задачу ответственность за рост экономики вместе с Минфином и Минэкономики. На второе место мы должны поставить, конечно же, обеспечение стабильности финансовой системы. Ну и на третье место у всех стран есть занятость, понимаете? Потому что у нас занятость, и я бы не согласился с Гиргеном, у нас, к сожалению, нет достоверной статистики. Почему? Потому что Греф, будучи министром экономики, в принципе ее вообще-то уничтожил. Почему? Потому что по рекомендациям ООН, статистический орган не может подчиняться ведомству. Понимаете, он может подчиняться функционально только высшему должностному лицу, но которое не может воздействовать. Более того, до подсоединения, до влития в Минэкономразвитие, вообще-то предоставление информации в Росстат было обязательным и уголовно наказуемым недостоверной информацией. Сегодня такой ответственности нет, поэтому достоверность нашей статистики очень, ну скажем так, вызывает большие вопросы. Ну и завершая, с моей точки зрения, все-таки финансами должны заниматься финансисты, экономикой должны заниматься экономисты, производством производственники. Потому что есть древняя пословица, что если обувщик начнет печь хлеб, а пекарь будет точить сапоги, то не будет ни сапогов, ни хлеба. Примерно это у нас происходит. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну у меня тоже была презентация, но... Так, как бы я... А назад здесь как? Ладно, я не буду тогда с презентацией. Все положения, которые были высказаны предыдущими докладчиками, в принципе, они есть в этой презентации. Поэтому, чтобы не повторяться, на самом деле уйду совершенно в другую сторону и попытаюсь рассказать о некоторых причинах, почему это происходит. Самая главная, конечно, причина, это причина, что лоббисты, которые играют за ту сторону, сильнее, информационно лучше обеспечены, финансово более сильны, экспертная поддержка у них мощнее пока. И самое главное, что они еще при этом обладают таким свойством, как теоретическое алиби, да, то есть они, как бы говорят, от имени истины, да, хотя на самом деле это всегда определенные интересы. Ищите интересы, чьи они представляют, и все встанет на свои места. Это первая причина. То есть пока мы лоббистки проигрываем, и очень сильно, и интеллектуальные, и экспертные, и так далее. Вторая причина – это теоретические проблемы, и о них я немножечко скажу, может быть, потому что, ну, об этом вряд ли кто будет говорить, потому что все-таки такая нацеленность на прагматический эффект. Значит, если мы посмотрим инфляцию, то само понятие инфляции под этой вывеской скрывается несколько разнодетерминированных процессов. В принципе, этой фразы было уже достаточно для того, чтобы отказаться от этого понятия. Ну, для неэкономистов, может, если есть, да, курсовая инфляция – это одно, тарифы плюс госкомпании, которые себестоимость могут наращивать с ростом инфляции, как бы экстраполируя это, это второй источник, совершенно другой, да, третий – это высокая ставка. Высокая ставка работает на повышение инфляции, если надо, потом подробно объясню. Ну, в частности, потому что она создает более лучшие возможности для развития крупных ритейлеровских компаний, то есть высокомаржинальных, которые могут кредитоваться совершенно по-другому. То есть, если у вас высокая ставка, вы работаете в интересах ритейла крупного, и, в принципе, это не означает, что они мгновенно там увеличивают цены, но этот рычаг вы просто передаете им. Это по поводу потребительской инфляции. И, наконец, четвертый фактор инфляции – это самопрограммированность инфляции. Я начинал свою работу в Жилсоцбанке, да, а еще в советские времена, то есть были эксперты еще тех времен. Я их спрашивал, как вы в смету загоняете инфляцию? Вот, ну, объясните мне там, как вот в смету следующего года загнать инфляцию, откуда вы ее берете? Как просто, в прошлом году было 3%, значит, мы в следующем году вносим в эту смету 3%, возникает вопрос, какая инфляция будет на выходе, да? На выходе будет по строительной отрасли, отстроить банки начинал, да, она будет 3%, да? То есть, мы сами ее программируем. Вот это вот самопрограммирование инфляции есть там в тарифной политике, в политике госкомпании и так далее. Когда от предыдущего года забрасывают просто ту же самую, и это есть самопрограммирование, да? Вот когда мы нашли такое количество разных факторов, которые детерминируют инфляцию, по идее, нужно отказаться от этого понятия, сказать, что оно беспредметно. Но у нас нашлись хорошие теоретики, они попытались спасти это понятие Российской Академии Наук, я их сейчас фамилии не помню, но посмотрите. Они говорят, давайте считать это многофакторной инфляцией, но если это многофакторная инфляция, значит, она не может быть предметом таргетирования, потому что нужно вот здесь таргетировать так, вот здесь таргетировать так, а вот здесь вот так, вот совершенно по-разному, да? Но все-таки Центробанк, ну то есть, как бы теоретически вроде как есть, за что зацепиться. Теперь вводим еще один аргумент, который говорит о том, что все-таки она невозможна. Она возможно, понятие инфляции, оно возможно, если у вас есть всеобщий эквивалент. Если у вас нет всеобщего эквивалента, об этом Гринспен, он так кратенько как-то говорил, когда отменяли золотой стандарт, то вся система понятий, потребительная стоимость, цена, труд, капитал, ВВП и так далее, вот вся эта сетка понятий, она летит в тартарары. У нее нет предметного референта. Если нет всеобщего эквивалента, следующим шагом вы должны по идее принцип эквивалентности убрать из теории. Просто он становится, ну как бы, ничем не обоснованным. И вся система экономической науки вот как бы летит в тартарары. Поэтому за инфляцией нет никакого предметного, минуточку буквально, значит. Что, в чем специфика современной формации? Это эмиссионная формация. И центральный банк любой страны выступает как эмиссионный центр. Эмиссионная политика используется как механизм, и это открытие 60-70-х годов, что, оказывается, некоторые виды эмиссии приводят к той инфляции старой, к ее уменьшению. Простейший пример, который надоело уже повторять, это рефинансирование ипотек. Если мы эмиссионные банки, если мы эмиссионные деньги через систему рефинансирования ипотеки запускаем в экономику, то они парадоксальным образом не увеличивают инфляцию, а наоборот ее снижают. Почему? Потому что люди понесли первый взнос, потому что каждый месяц они тоже часть денег тратят на потребительский рынок и так далее. Потому что в-третьих, они валюту из валюты переходят в рублю и так далее, и так далее. Там много факторов, то есть это ведет к снижению инфляции. Это должно где-то там на втором, на третьем курсе в экономических вузах объясняться. Чтобы студент получил пятерку, ему надо задавать дополнительный вопрос, есть ли виды эмиссии, которые приводят к снижению инфляции. Он должен отвечать, да, есть. Вот один из них ипотека. Второй, ну там еще их несколько, там лизинг в частности, там субсидирование экспорта через тоже систему рефинансирования и очень много еще способов. И вот тут произошло открытие. А, оказывается, эмиссия приводит к снижению инфляции. Так тогда основная функция банка центрального должна быть искать эти каналы эмиссии, которые запуская экономику, связывая спрос, канализируя спрос, а деньги все у населения в конечном счете. Мы берем этот спрос, направляем его в нужное направление через эмиссию. Эмиссию, да, и тем самым еще снижаем инфляцию. Так вот в чем основная функция центрального банка. Он должен заниматься эмиссией, эмиссией и еще раз эмиссией. Но не с вертолета, а заниматься, искать целевые каналы, где это возможно. Например, через промышленную политику, да, выкупил эти самые облигации фонда промышленной, фонда развития промышленности, и это опять же снижение инфляции, поддерживаешь экспорт, да. Откуда берутся ставки 0% у европейских банков, которые поддерживают кредит на продажу нам оборудования немецкого. Откуда они берутся нулевые? Да они могут быть отрицательные, могут быть даже 50% в минус. Потому что это эмиссионные деньги. Откуда они берутся? Именно потому, что все банки понимают, что если ты эмиссионные деньги продал, например, в другую страну через кредит, да, то ты тем самым у себя-то инфляцию снижает. И таким образом вот этот спектр возможностей перевел к пересмотру функции центрального банка. Эмиссия целенаправленная и в определенных объемах, естественно, то есть там вот Европа там триллион она запускала, там Соединенные Штаты здесь там порядка трех с половиной и так далее, и так далее. Это все методы целевого рефинансирования, а фактически эмиссионных денег. На этом я заканчу. Кандидат. Да, моя позиция вообще другая. В общем, понимаете так, что по базовому образованию я управленец, и мне все равно, что рассматривать в качестве объекта управления, экономику или ракету. Законные управления, они одни и те же, только вопрос в том, как связать конкретику. Вот это. Да. Значит, Эрхард сказал, что инфляция – это обворовывание собственного народа. Инфляция всегда результат легкомысленной или даже преступной политики. Никаких возражений со стороны Центробанка или со стороны правительства этому не было. То, чего я хочу рассказать, подробно можно прочитать здесь. Экономика инновационного развития, управленческие основы экономической теории, издательство Директ Медиа. Вот это вот главная социокультурная закономерность. Наука сгружает в систему образования теории, теории формируют менталитет выпускников вузов. Дальше оперативная информация соотносится с тем, чему учили в школе и вузе. Появляется спектр управленческих решений, которые определяют качество жизни. Быстродействие процесса порядка 15-20 лет. Но взаимосвязь простая. Одна наука на входе, одно качество жизни, другая наука на входе, другое качество жизни. Значит, тут можно инфляцию производить по пяти рецептам. Центробанк у нас занимается четвертым и пятым. Кредитование под процент экономики, население, ограничение при этом денежной массы. Сопровождается ростом себестоимости производства, оттоком денег от населения и промышленности в собственность банковского сектора. И далее получается так, что при новом уровне цен прежнего объема денег не хватает и идет спад производства. Пятый рецепт создания условий для более высокой доходности в спекулятивном секторе, нежели в производящем. Значит, если анализировать денежные обращения на основе правил Киргофа для процессов переноса в сетях, то возникает вопрос, а сколько денег находится в кредитно-финансовой системе? От ответов на этот вопрос два. Можно запросить Центробанк об агрегате М2 и мультипликаторах. А можно ответить просто. В денежной системе всегда 100% денег. И вот когда мы переходим к анализу того, что там происходит на основе признания того, что там всегда 100% денег, и инфляция там возможна только как рост цен, но эмиссия невозможна, потому что всегда 100% денег, то возникает вопрос о том, как использовать кредитно-финансовую систему в качестве инструмента макроэкономического управления. Вот собственником должно быть государство, и никаких Центробанк независимо от других органов. Центробанк должен быть подчинен Госплану вместе с Минэкономразвития. Эти 100% денег... А все месяцы как АПСС? Нет, не будет как АПСС. Эмиссионная политика должна быть такой, чтобы люди не обворовывались инфляцией. То есть нормальный режим функционирования экономики — это прогрессирующее снижение цен по мере того, как экономика удовлетворяет общественные потребности и потребности государства в обеспечении его политикой. В общем, все можно прочитать здесь. Яндекс находит. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ Все, флешка у меня лучше. Так, все, хорошо. Теперь он называется по промышленности, экономической политике, предпринимательству и инновациям. Так уж добавим, да, потому что это в прошлом созыве было по промышленности, сейчас объединили. Ну, наверное, и правильно. Потому что промышленность — часть экономики. Ну, я считаю, что самая важная часть. Во-первых, потому что создается продукт добавленный. А во-вторых, наибольшее число занятых. Вы знаете, ну, я начну с того, с оценки того, что я услышал вот с начала дискуссии. И сразу хочу сказать, что я впервые, пожалуй, оказался в ситуации, когда все, что я хотел сказать, уже было сказано до меня. Вот. И в этой ситуации я изменю свое выступление и, в общем-то, не буду повторять. Я только пройдусь... Ну, вот последний выступающий, один только тезис такой спорный, что надо отказаться от частых банков и сделать только государственный банк, и нас спасет только Госплан. Вот с двумя тезисами я не согласен, да? Они весьма спорные. Потому что если бы они были на самом деле справедливыми, то тогда бы весь остальной мир рухнул, потому что там нигде нет этого. Вот. Но он не рухнул. Значит, эти два тезиса жизнью не подтверждаются. Вот все остальное, я с этим был согласен. Вот. Мало того, приведу примеры собственной жизни. 92-й год, я уже примерно 4 года занимаюсь предпринимательством. Начинал с нуля, с цеха по производству холодных штамповок для легковых автомобилей. Так вот, я брал кредиты по 230 годовых. 230 годовых. Мало того, вернул все кредиты со всеми процентами, и рентабельность производственная, подчеркиваю, никакие не спекуляции. Производственная рентабельность позволяла отбивать все, и еще вкладывать, развивать. Вот вам, пожалуйста. Когда нам говорят, что... Когда глава ЦБ говорит, что инфляция убивает бизнес, экономику, но жизнь этого не подтверждает. Вот. Следующее. Конечно... Вы говорите, скорость оборотов указаний не учитывая. Секундочку. Ваш пример не корректный. Вы говорите, что вы же не думаете, что мы прибыли есть. Только не корректный. Секундочку. Секундочку. Я вам привел пример. Можно, конечно, корректный он или некорректный, но это факт. И в жизни. Я вот вам его... Он может быть... Секундочку. 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 На самом деле, ничего добавлять здесь не буду, потому что мой коллега уже сказал. Все центробанки мира, они что своей целью делают? Посмотри, ФРС, на что ориентируется? На рост экономики и на безработицу. Два ключевых показателя. И она по ним смотрит. Если безработица снижается, рост экономики идет, они тут же принимают меры, регулируют свою деятельность, вносят коррективы. Наш центробанк только думает об инфляции. Но вот уже было абсолютно доказано всеми предшествующими выступлениями, что на самом деле этот показатель не только не отражает задачи стоящих перед экономикой страны, но он еще и, скажем так, те методы, которые они используют, они даже эту задачу не могут решить, потому что у нас инфляция имеет другую природу, у нас инфляция издержек, потому что у нас монополизированная экономика, у нас издержки все, посмотрите, энергоносители, у нас несколько компаний, которые формируют рынок, цены на нем диктуют, металлурги, посмотрите, ферросплавы, химия, то есть все составляющие промышленности. Я сейчас говорю о машиностроении, например. Вот все издержки, которые несет машиностроение при создании своей продукции с высокой добавленной стоимости, они все в России у нас, эти рынки все, они монополизированы, либо монополия, либо олигополия. И вас ничего с этим не может сделать. Вот это ключевая проблема российской экономики. Если бы российское правительство не прятало голову в песок, не через ужимание денежной массы и не сокращение потребительского спроса это дело, а наоборот занималось бы дематумизацией экономики, то у нас этой проблемы бы не было. Ну понятно, как бы задача Центробанка и правительства стабильность. Но самая большая стабильность на кладбище. Если вообще людям денег не давать, они вообще ничего покупать не будут, правильно? И не будет инфляции. Ну это же очень простой механизм. Давайте не будем людям денег давать. И тогда любая продукция, которая будет выпущена, она будет избыточна. И цена на нее не будет расти, потому что ее никто не будет покупать. Ну вот, собственно, и все. Но это же, извините, я уже на оценки не буду переходить, но это просто как минимум неграмотно. Как минимум неграмотно. Поэтому я вот увидел выступление, я думаю, вот лучший кандидат на главу ЦБ, который выступал здесь. Вот его нужно туда сейчас направить. Что касается законов ЦБ, но мы, по-моему, Николай Васильевич, мы, по-моему, вносили поправки в закон, где мы ввели в оценку деятельности ЦБ развитие экономики. По-моему, у нас это есть. Надо сейчас вернуться, посмотреть. Если нет, значит, давайте мы поработаем с этим. Не приняли, да? Значит, заканчиваю. Вот обязательно, я считаю, что вот эти выступления, которые сегодня были, мы возьмем за основу. И обещаю, что мы обязательно внесем поправки в закон ЦБ. Другое дело, как проголосует за них Единая Россия, мы за это не можем отвечать. Но однозначно мы эти поправки внесем. И постараемся поменять задачи, ставящие государством перед ЦБ на рост экономики и на снижение безработицы. Единственное, что к организаторам просьба у меня, что все-таки, я так понимаю, это, наверное, есть у нас запись всего этого, да? Обязательно хотел бы попросить все эти данные для обоснования наших законодательных инициатив. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Волков Олег Вячеславович, здесь, а я вас не вижу. А, Волков Олег Вячеславович, генеральный директор САМАКС. Алло, сейчас лучше, да? Вот это, вот это, хорошо. У которого, так сказать, немножко взгляд снизу. Так сказать, я нарушу, конечно, монополию экономистов разного уровня, тем более, из Государственной Думы сказали, что каждый шверчок должен сдать свой шесток, но я надеюсь, я выскажу какие-то свои проблемы. Так, я хочу немножко взглянуть с другой стороны. Сейчас очень много говорят о коррупции. На сегодняшний день, на сегодняшний день, самый главный тезис, который сейчас продвигается в общество, это то, что, да, я не знаю, почему-то, алло, нормально, лучше сейчас? Не слышно. Ставится знак равенства между коррупцией и взяточностью. На самом деле, так сказать, и основной тезис проводится, что коррупция – это злоупотребление должностным положением конкретных чиновников. На самом деле, коррупция – это и есть вид организованной преступности монополистов для получения сверхприбыли. Есть обыкновенная коррупция, допустим, в сетях, есть коррупция государственной коррупции. Это государственная коррупция, это коррупция государственных честновников, которые организуются для получения сверхприбыли. И при такой организованной преступности существует наличие таких же вещей, как, допустим, в мафии. Это структуры вверх-сверху-снизу структуры, так деления вещей распределение денег и все 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 что полагается вот в чем так стать опасность того что у нас сложилось сейчас мы вступили в такую стадию что государственная коррупция вступила в стадии узаконенной государственной коррупции который страшно просто так жить с всей своими последствиями а последствия последствия простые основное последствия бусу законе на государственной коррупции это максимально монополизация всего до чего дотянулись государственные чиновники. Это страшная вещь, которая везет из того, что мы все, что сейчас рассказывали, это и безработица, это и стагнация, и все, что хотите. Все концентрируется в определенных руках, и, так сказать, ничего не дается развития. По большому счету, это коллективный государственный бизнес государственных чиновников для получения, по большому счету, сверхприбыли. Уничтожение конкуренции происходит по двум направлениям. Это первое уничтожение взяточничества, поэтому идет отчитывание за свою работу. И плюс уничтожение всех конкурентов, куда дотягивается, так сказать, судьба, рука, так сказать, государственной коррупции. Происходит этот простой метод, потому что я рассказываю про себя, так сказать, это мой взгляд снизу. Так сказать, первое, что делается, создаются невыносимые условия для производства чего-либо в нашей стране. Это, так сказать, делаются налоги, это штрафы, это жесткая отчетность, это огромное количество документации, в которых не лезет никакие вещи. Исходя из этого, происходит такая вещь, как появление коммерческих структур, которые выполняют государственные функции. То есть они за деньги оформляют нам все документы по определенной лицензии. Ну, естественно, там есть акварационные определенные системы, так сказать, которые эти деньги улучшаются. И одновременно происходит максимальное продвижение и улучшение, так сказать, положения для всех предприятий, структур, которые входят в государственную, как говорится, вот эту вот коррупционную схему. Это и льготные кредиты, это бюджетные деньги, это облегченка бухгалтерии и все-все-все, что с этим связано. Потом идет следующий этап. Следующий этап – это происходит ухудшение, так сказать, отчетности. Отчетность переходит в другую стадию. Начинают наказывать не за нарушение, а за отсутствие бумажки. Бумажек наплодят и потом ходят по фирмам и смотрят. Есть бумажка нормальная, нет бумажки. Штрафы сумасшедшие, вплоть до закрытия и все прочее. В результате такой деятельности все начинают, кто не входит в структуру, и государство не входит в структуру. Они, естественно, начинают нарушать. Мы, получается, все люди, которые здесь что-то делают, они все преступники, все преступники. Потому что при том, что существует честь, сейчас я тоже преступник, так сказать, работать просто невозможно. Отбирается все, так сказать, просто беспредел полный. Ну, естественно, соответственно, либо тебя закрывают, либо люди разбегаются. Что сейчас происходит? Вот, моей фирме осталось жить два года. Сейчас есть монаторий, так сказать, президента. Через два года меня разорвут и зачистят поле, как говорится, так сказать, на полностью ищем. По поводу нашего рынка. За 2016 год завоз импортной продукции по фармацевтике увеличился на треть. Количество посреднических операций, потому что санкции, количество посреднических операций увеличилось на 8%. Это за один год. То есть, соответственно, производство всего этого дела в России на эту сумму приблизительно уменьшится. Потому что рынок имеет определенную емкость, сами понимаете. Вот. Ну, естественно, все это и существует во всех сферах жизни. Почему я сейчас говорю коррупция? Потому что это касается и Цитробанка, и коммунального услуга, и транспорта. Все. Схемы приблизительно не те же. Убивание конкуренции, так сказать, уничтожение и все подгребание под себя. Коротко остановлюсь, не буду больше рассказывать. Коротко остановлюсь, в принципе, выхода нет. Люди, то, что сейчас сформировалось в законе на государственной коррупции, это, я не знаю, что с ней делать. Но формировать какие-то вещи для того, чтобы создать какие-то условия для начала борьбы с этой, как делается, можно какие-то вещи сделать. Ну, первое, это, нет, это нужно сформировать юридическое определение и вести, что коррупция есть вид особо опасной организованной преступности на государственном уровне. Так сказать, сейчас этого нет. Так сказать, не борется со взятничеством. Второй момент, одну секундочку. Значит, второй момент. Общественный контроль. Общественный контроль может осуществиться только если есть люди, которые в этом заинтересованы. Сейчас людей, которые в этом заинтересованы, просто нет. Потому что сейчас все налоги платят, так сказать, работодатели на производстве. Я уверен, что сейчас сидят люди в складе, они не знают, сколько за них платит денег работодатель. Значит, так сказать, и соответственный перевод, чтобы налоги платил не работодатель, кроме страховки за несчастных случаях, а платил каждый работник. Мы платим зарплату, как везде во всем мире, в нормальном цивилизон, и работник платит за себя налоги. Только после этого люди будут интересоваться и начать контролировать, заинтересоваться этим делом. Вот. Третий момент. Ну, естественно, про нациализацию Центрального банка. Это уже, так сказать, разговор, так сказать, уже здесь все это говорилось. И последнее. Добиться одинаковых конкурентных условий. Значит, так сказать, хотя бы... Ладно, конкурентных условий. Что это такое? Это налогообложение и, так сказать, формуление документации. Введите хотя бы эти конкурентные условия одинаковые, как с Соединёнными Штатами или, так сказать, с Китаем. У нас налогообложение больше, чем с американцами, в четыре раза. В четыре раза. То есть у меня сейчас отбирают все. Так сказать, я закрыл все свои разработки, закрыл новые предприятия и все прочее. Ну и, соответственно, ну там, про проблемы... Ну, по большому счету, все. Не будет больше, так сказать. Девчонки, Артем Юрьевич, есть ли нас? Тогда я сделаю свой постановый доклад. Я специально пытался задержаться в конце. Буквально несколько минут. И у нас досталось достаточно времени для того, чтобы задавать друг другу вопросы. И вот, наверное, наш круглый стол будет отличаться от предыдущих тем, что у нас будет целых полчаса, почти полчаса для того, чтобы обсудить, да, что здесь выступало. Я начну несколько с другого. Что про Центральный банк сказано и вчера очень много. Глазев предоставил исчерпающую статистику по этому поводу и по поводу спокультивного капитала, который мы здесь вот, в том числе, немножко затрагивали. А начну вот с простого прикладного дела завода. Может ли любой завод, любой фермер, крестьянин жить без целеполагания? Кораблю, который не знает, в какую гавань плыть, никакой ветер не будет попутным. Поэтому главный вопрос – цель. Вот несколько лет назад, не слышно? Да, несколько лет назад, такого предприятия, которое я возглавляю, фактически не было, но многие это знают. Предприятие находилось в кризисе, и вот мы поставили цель – повысить качество. И сделали так, что каждая служба отвечала за этот вопрос. Чем это связано с Центральным банком? В том числе, кстати, и бухгалтера, и юристы за это отвечают. И сегодня мы заняли 20% мирового рынка энергонасыщенных тракторов. А это говорит о том, что может ли быть так, что один из органов… Петербургский тракторный завод, да. А может ли быть так, что Центральный банк, один из органов государственной власти, имеет иные цели, чем цели общественного развития и цели других ведомств? Может ли быть так, что Центральный банк имеет иные цели, чем забота о собственном отечестве? Может ли быть так, что Центральный банк вырывает из пуска один какой-то вектор, и этот вектор по басне Крылова «Лебедь, рак и щука» противоречит другим векторам развития экономики страны? Наверное, это неправильная система управления. И вот то, что здесь поднималось в вопросе, связанном в том числе и с вашим докладом, о том, что они не отвечают за экономическую политику, это говорит о безобразной структуре управления экономикой страны. Поэтому я долго говорить не буду и завершу свое выступление одним простым докладом, и перейдем к прериям, к обсуждениям. В то время, когда человечество научилось плавать под водой, как рыбы, летать по воздуху, как птицы, нам осталось одно – научиться жить на земле по-человечески. Что хотелось бы нам всем и пожелать, и сделать так, чтобы и Центральный банк страны занялся серьезным вопросом экономического развития для целей хорошей, качественной жизни нашего родного народа и Отечества. Спасибо. Коллеги, если у кого-то есть вопросы, да, у нас еще был один выступающий, он еще хочет выступить, нет? Да, буквально три минутки, пожалуйста, да, и сразу же перейдем к вопросам. Пожалуйста, три минуты. Доцент юридического факультета МГУ, Таниссян, адвокат. Ну, я хотел бы по поводу того, что здесь было сказано, добавить, что это, конечно, Центральный банк у нас не орган государственной власти, это орган, правовое положение которого не определено, понимаете? Это первое. И поэтому я полагаю, что здесь самый главный вывод, который мы должны сделать, мы должны нормализовать ситуацию. Перефразируя слова Хрущева, который говорил, задачи, цели ясны, задачи определены. За работу, товарищ, у нас цели нормативно неправильно выражены. Задачи не определены. За работу приняться нельзя. Никак мы не можем работать до тех пор, пока закон о Центральном банке сформулирован так, как он сформулирован. Первое. Мы должны сказать, что Центральный банк – это экономико-правой институт, который должен быть органично вписан в систему государственного управления и который отвечает, я подчеркиваю это, отвечает за экономическое развитие и стабильность рубля, так как это сказано в Конституции. И, наконец, он должен быть подотчетен правительству Российской Федерации. Тогда мы поймем, правительство заслуживает того, чтобы быть на этом месте или нет, потому что работа Центрального банка тогда будет отвечать правительство. Других вариантов нет. И мы должны понимать, что все эти нелепые предложения по поводу того, чтобы освободить Центральный банк Российской Федерации от ответственности за принятые решения, которые сейчас муссируются в Думе, эти… у нас даже генеральный прокурор ответственен за прокурорский надзор, и если он не выполняет эту функцию прокурорского надзора, его должны снять. А Центральный банк ни за что не отвечает. Катастрофически уменьшается количество банков, вышибается средний класс вообще из жизни. 30 миллионов бедных, здесь же цифра была названа, Гори Геннадий Ашотович назвал, 30 миллионов. А по кому удар? У 30 миллионов бедных нет счетов в банках, это надо понять. А у кого есть счета в банках? У среднего класса. Под кем подрывается экономическая база? Под средним классом. Общество еще сильнее и сильнее расслабится. Поэтому я полагаю, что мы должны… Я уже не хочу рассказывать вам примеры из практики, которых у меня предостаточно. Как придешь в суд по поводу кредита или чего-то, ты понимаешь, что там уже сформировалась практика. Судья тебе после суда подходит и говорит, вы знаете, я на вашей стороне. Для меня это вообще нонсенс с юридической стороны. Но я не могу принять решение в соответствии с тем, что вы говорили. Поэтому я полагаю, что мы должны самым серьезным образом вернуться к правовому положению Центрального банка. Спасибо. Аплодисменты. У вас какие-то вопросы? Да. Здравствуйте. Благодарю вас за склады. У меня зовут Сергей. А нельзя микрофон переносить? А я буду… Я буду… А вот… Да, вопрос Городина Расшадовича. У меня зовут Сергей Приход. Я из законодательного хозяйства и государственной службы. Вопрос такой. Вы сказали, что низкая инфляция, которая отчиталась и Ростат, и Банк России. Вопрос такой. Это было достигнуто усилиями Центрального банка? Или кто же это из-за того, что укрепился рубль и стабилизировали социальные на МЕК? Спасибо. Коллеги, дело в том, что у нас действительно формат круглого стола, и из-за этого все выступления достаточно краткие. Моя рекомендация – посмотреть на сайте Ассоциации Российских Банков тот годовой доклад, который вызвал губи эмоций, потому что вчера на съезде Ассоциации Российских Банков, значит, Ассоциация Российских Банков, сайт, годовой доклад. Значит, тем не менее, попытаюсь ответить на ваш вопрос. Конечно же, это определенные действия со стороны Центрального банка, в том числе направленные на сжатие денежно-кредитного рынка, потому что они не видят истинную причину инфляции, которую мы видим в тарифной политике, которую мы видим как раз в отсутствии возможности развиваться бизнесу, в том числе, коллега говорил, о необходимости эмиссии, которая отнюдь не разрушает рынок, а наоборот, в определенной степени способствует снижению инфляции, если эта эмиссия направлена в производство, если эта эмиссия стимулирует производство, и стимулирует движение процентов ставок вниз, тогда цена товара снижается. И конкуренция, коллега о конкуренции сказал очень жестко, совершенно справедливо. Если конкуренция приводит к тому, что выталкивается с рынка все, что не является близким к властью или не является монополистом, то в такой конкурентной среде экономика будет идти вниз, цены будут идти вверх, инфляцию формально можно за счет снижения, конечно, свести и к нулю, а кладбище здесь тоже уже примеры были. Но вопрос в том, чтобы можно было бы обеспечить это в связке с одним из жизненно необходимых показателей. Уровень жизни, безработица, соответственно, а не путем сжатия. Если мои банки действительно до конца все уничтожены, ну тогда при нулевой эмиссии и, может быть, инфляции не будет действительно. Если я ответил на это. Есть еще вопросы? Можно у меня? У меня к предыдущему докладчику вопрос у вас. Видите ли вы какую-то общественную силу, которая способна требовать увеличения денежной массы? Я так скажу, кроме бюджетников. Вы знаете, общественной силой является у нас представительная власть, которая соответствующим образом принимает отчеты финансово-экономических веков, и должна соответствующим образом направлять в нужное русло. Но у нас законодательная власть очень часто, вот сейчас в спешном порядке принимается целый пакет законов, которые будут еще больше усугублять эту монополизацию рынка и концентрацию финансов в более узких, узкой группе людей. Поэтому такая общественная сила, которая пришла бы и сказала, ну-ка быстро монетизируйте экономику, увеличьте там объемы. Ну, это не решается на площадях. Это решается очень сложным процессом мотивации законодателя за счет тех, кто работает на земле, причем разного уровня работающих на земле, не только гигантов, а среднего уровня. А во вторую очередь с их стороны диктуется соответствующая политика через законы или нормативные акты. Азима, у меня вот вопрос к выступающему, я вот просто прослушал, да, Михаил Викторович, раскройте, что вы имели в виду под бюст-планом, только вот коротко, да, буквально за 30 секунд. Если коротко, то все просто. Есть объективные закономерности, которые уничтожены на жизни общества. Совокупность частных инициатив не всегда вписывается в эти объективные закономерности. Поэтому надо строить политику макроэкономическую на уровне планирования целей макроэкономического развития. А дальше вопрос в том, как настроить налогово-нотенционные механизмы, чтобы в условиях конкурентной среды частная инициатива приводила к тому, чтобы экономика производила все то, что нужно людям в достаточном количестве и обеспечивало поддержку политики государства, как внутренней, так и внешней. То есть термин тот же, а суть не того госплана. Суть не того госплана. Потому что если бы тот госплан был научно-методологически состоятелем, мы бы до сих пор жили в СССР, и СССР был бы смертежавый номер один. Проблема в том, что методология планирования до города госплана была, мягко говоря, неотвыкована. Я бы не согласился, уважаемые коллеги. Вы поймите, все страны-сенюрки планируют свою жизнь на 75. Дипольня считает балансом в два раза больше, чем Советский Союз. Только Минэконом в развитии в Ниполь считает баланс потребностей и необходимостей в два раза больше. Но стимулирование активности идет как раз через количественное смещение и снижение налогового... У них же нигде нет так, как у нас. Это не просто спал, но... У нас сегодня, скажем, налоговая система для лентных компаний, она такая же, как на Западе и в Европе, и в Америке. Но для производящего сектора она полтора раза тяжелее. Тут уже поймите, тут надо понимать, что можно называть по-разному, но функции выполнять тех, тут в этом проблеме. Но и самое страшное другое. И за недостатка времени, обратите внимание, у нас банковская система за прошлый год получила 1 триллион прибыль. В этом году вы могли в бегущей строке РБК и 224 увидеть, что за три месяца этого года банковская система в вас в один раз увеличила прибыль. Это о чем говорит? О том, что у нас неправильная политика, понимаете, в отношении финансовых структур. Потому что у нас, например, рантье, у нас не кроменосная система экономики, банковская система, а рантье, которая занимается добыванием денег и выводом их за руки. И самое главное, у нас есть 23 триллиона розничной торговли, принадлежит офшорным сетевым компаниям, которые всю прибыль официально конвертируют и вывозят без всяких ограничений. Одновременно, являясь монополистами, выдавливаясь отечественными. Вот в чем проблема. Причем, если вы посмотрите, у первой пятерки там под 500 миллиардов, то триллиона прибыль за год, за прошлый. И самое страшное, 7,4 падения дохода населения, а не одна сетевая структура не получила прибыль меньше 13%. Первая пятерка 25%. Понимаете? Вот, вот, с моей точки зрения, это, в принципе, фактически неправильное раздражение, в общем-то, в структуре производства. Потому что настолько производит, меньше всего имеет маршрут, понимаете, прибыль. Вот в этом проблема. В чем можно положить? Задача офис. Задача правительства. Я хотел бы, пожалуйста, задавал вопрос по поводу того, есть ли общественная сила, которая заставит власть действовать по-другому? Самый главный вопрос. Самый главный вопрос. Кроме профсоюзного... Сейчас, секундочку, я попробую на него ответить, чтобы вы сами на него ответили. Поднимите руку, кто ходил на выборы в последний раз. Поднимите руку. Все. Здесь показал... Здесь не резидентативная выборка. А я могу сказать, что... Ну вот здесь повезло. Сознательные люди здесь сторонники вышли. Но я могу сказать, что реальная явка по Москве в районе 15%, не больше, 12 даже, да? По Челябинску, где я следил за ситуацией, не больше 30%. Не больше 30%. Это максимальная явка. Я о чем хочу сказать? Что в Конституции записано, кто носитель государственной власти. Правильно? Всем очевидно. Российский народ. Но почему-то российский народ предпочитает время выборов, а стараться дома. Хотя же это все хуже и хуже. Вот ответ на вопрос. Сейчас, секундочку. И теперь, как результат. КПРФ уменьшила количество голосов в Думе в 2,5 раза. Справедливая Россия в 3 раза уменьшила. Единая Россия нарастила в 1,5 раза. Получив конституционное большинство, которого у нее и не было. Ну вот, соблюдает ответ на вопрос. У нас все-таки тема в Центральной Банке. Я понимаю, что у нас про Центральной Банке. Но когда все в зале единомышленники, и они сказали, что нужно делать, а власть не слышит, возникает ключевой вопрос. А что делать? Нету. Ответим. Да, не делайте. А если не грешенки, девушка, вы не понимаете, не идите. Я ассюмента встречу вас. Вот туда как быть пирогик, там не прошу ничего. Прошу прощения, девушка задает вопрос. Что, давай, у вас не задают вопрос. Я студентка в 3-й вопрос. 5-й финансовый домичный. 1-й вопрос по поводу того, что есть законы, которые регулируют финансовую систему, экономическую и процентную банку. В любом случае, многие законы почему-то в силу обстоятельств, какие-то неэффективные, вроде вносятся поправки. Можно просто вопрос, почему эти законы не настолько являются эффективными, почему все, но при всем обстоятельствах, у нас трензляция увеличивается, и это увеличивается, и возраст вносятся. А вы кому конкретно хотите такое вопрос? Я, в общем, наверное, многим докладчикам. Как-то они считают, что неэффективных законов. Я вам коротко отвечу, мои коллеги дополняют. У нас законотворческий процесс и право творчества. Право творчества шире, чем законотворчество. Когда возникает идея, должен быть обозначен носитель этой идеи и интересант этой идеи. А потом должна быть проведена экспертиза профессиональных экспертов и науки. А потом переведена, это должно быть, законотворческая плоскость. Где тоже должны быть процедуры, прописанные не рекламником Госдумы, а законом о законе. Так вот, у нас ни этого этапа нет, ни того этапа нет. У нас за закрытыми дверями определяется, кому-то гениальная идея показалась, вносится на рассмотрение, и уважаемые крупные фракции умудряются пронести то, что они считают нужным. А что считает народ, участники рынка, представители разных отраслей, это мало кого интересует. В самой процедуре заложена порочность. Нету закона о лоббировании. Если ты хочешь распределить что-то между собой, то будь добр, публично выйди и скажи, что вот я хочу законодательно распределить это таким образом. Ну тогда пускай будет общественное обсуждение, и закон о лоббировании требует, чтобы были выявлены те интересанты, кто и во власти, и от рынка проталкивает свои интересы. То есть процедурно, чтобы было видно, кто проталкивает и как. И за каждую выпитую чашку кофе в Штатах и в Европе лоббисты должны отчитаться, кто поплатил, каким самолетом куда полетели навстречу соответствующими лоббистами, как эти обсуждения проходили. У нас даже близко пока нет этого понимания. У нас, когда ты вот в этой книжке говоришь о том, что решения принимаются кулуарно, то на тебя набрасывается масса людей и говорит, как, кулуарно? Что ты говоришь? Это где кулуарно? Ну да. Можно я не могу. Я бы не согласился, как коллеги, мажорные товарищи. У нас все прописано. Проблема в том, что у нас с вами президентская республика из восьми субъектов права, законодательной инициативы, решающими является президент в лице его государственного правового управления. Поэтому внесенный президентом закон рассматривается и принимается в течение недели. Второй, право второй ночи имеет правительство. Второй, Аристотель говорил о том, что если хотите справедливую власть, представительные законодательные органы, ну он говорил представительные, должны формироваться по сословному принципу. Сегодня наше формирование произошло в пользу рептной олигарки. У нас колониальная сырьевая страна, в которой рентная олигархия, в принципе, диктует закон. У них и налоги. Вы обратите внимание, в прошлую пятницу Дума принимает закон о возврате всем несчастным олигархам, попавшим под санкции, возврата 13% НДФЛ с 2014 года. Да вы прецедента в мире не найдете, понимаете? Но закон не становится законом, пока его не подписал президент. Это только у нас в СМИ. Плохой закон это Дума, хороший закон это президент. Поэтому вы должны понимать, что закон рассматривается обязательно в Думе, в трех пьянях, потом в Совет Федерации, и только подписанный президентом закон становится законом. Могу ответственно заявить, 90% принимаемых законов только, ну скажем, с высочайшего соизволения главного правового управления президента. И любые лоббистские группы пролоббировать могут его только там и нигде другом. Никакая фракция, никакой сверхумный, красивый, много находящийся в эфире депутат не может провести закона без вот такой технологии. А проблема, Валерий Карлович сказал правильно, вы понимаете? У нас проблема в чем? В Голландии, если вы не пришли на выборы, до следующих выборов вы лишаетесь права обращения в муниципальный и государственный орган. Поняли? У нас по данным ФАПСИ, не мои данные, на последних выборах в крупных городах больше 15% нигде не было, в городах выше миллиона 12%. Вы понимаете? А реальную явку показывают 50%. То есть могли все пришедшие проголосовать по-другому, а рисование на выборах, что в любой стране квалифицируется как захват власти, у нас даже пойманный ни один не понес реальной ответственности. То есть здесь очень, ну с моей точки зрения все объясняется просто. Падение уровня жизни, я то с Галлигеном не согласен, официальная статистика есть, 20 миллионов ниже черты бедности, это на Гайдаровской культуре вам озвучила госпожа Голодец. Но проблема в другом. У нас 70% по опросу ассоциируют себя с гранью нищеты, понимаете? Поэтому это очень серьезная проблема. И это именно душит политическую активность. Потому что у нас всего 8% активно в обществе. Коллеги, у нас осталось буквально занимать этот зал 5-10 минут, поэтому еще вопросы? Можно я отвечу? Можно я отвечу? Вы задавали вопросы? Ребята молодые, есть вопросы? Я отвечу на вопросы. Я не задавался. Нет? Слушай, хорошо. Давайте вопросы. Сейчас, секундочку. Давайте вопросы уже. На сайте здесь. Я должен так. Во-первых, развитие, условия, развитие роста, многосрочные эффективы, и регулирование проблем с балансированностью в ходе экономического цикла. Это необходимо для экономики. Вот это надо... Хорошо, спасибо. Коллеги, но если нет больше вопросов... Сергей, извините, пожалуйста. Если вы посмотрите, то, скажем, европейский банк, ФРС, банк Англии, подождите, Норвегия, Швейцария, чем длиннее деньги, чем дешевле кредит. Специально в этом заявляет и залеча преференции во внутрь. У нас же с вами, если вы посмотрите, операции РФО и операции представления банка, мы должны разношать дневные, в 18 недель. В результате цена чилища для комиссийского банка невероятного результата. В этом проблеме у нас... Депутат Государственной Думы. Сразу видно. Сразу видно, да. Коллеги, круглый стол будем считать завершенным. Большое спасибо всем, кто женили участие.